Ок, все хорошо. Почему я Саша, а не Александр. Не то чтобы мы все понимаем, но как бы так сложилось и все знают, что это нормально. Я совершен архитектор. Я работаю в такой крутой компании, которая называется Velocity. Сегодня Георгий попросил меня провести небольшой экскурс по тому, что такое Velocity, почему это круто, что Velocity умеет делать и под что вообще заточено. И я не знаю, кстати, планировалось ли этот метап до того, как Salesforce объявил о своем желании купить Velocity или нет. Все случайно. 100%. Все случайно. Все случайно. Но как бы тот факт, что Salesforce покупает компанию за определенное количество денег, это служит определенным сигналом того, что компания-то крутая. Вот. И сегодня мы построим разговор следующим образом. У нас будет три части. Первая часть, она будет заключаться в том, что я просто расскажу, что такое Velocity. О, слушай, Георгий, меня тут выкинуло, и я переприсоединился. Мне теперь нужно заширить экран и хостыгизировать participants. Спасибо. Значит, у нас будет три части. Первая часть, она будет касаться того, что такое Velocity как компания и что такое Velocity как продукт. Zoom quit unexpected. Да что ж ты будешь делать? Видно там эскринсы еще? Да, видно. Странно. Сказал, вышел, но не вышел. Ну, не суть. Значит, первая часть у нас будет про Velocity, о том, что за бизнес-кейс стоит за компанией Velocity. Мы немножечко поговорим о том, что такое горизонтальные и вертикальные решения и продукты. И немножечко о компании. Там ключевые числа, которые нужно знать, как мы позиционируемся в индустрии и все остальное. То есть такой, будет небольшой бизнес-аспект того, что такое Velocity как компания и какие продукты мы делаем. Центральная часть будет посвящена BEME, то есть я по-честному открою Salesforce.org, на котором стоит Velocity, и покажу вам пример того, что можно сделать средствами, инструментами Velocity. И в заключение, я надеюсь, у нас останется несколько минут, по крайней мере 10, на вопросы и ответы. Все по-честному. Q&A, questions, answers. Сразу скажу, что очень по-честному, это моя первая презентация, которую я делаю, провелось на русском языке. Поэтому, вот, терпите. Сейчас я немножечко разберусь. У вас тоже видно этот большой черный квадратик, да? Да, да. Блин. Сейчас я секунду сделаю стоп-шер. И еще раз. Давай-ка. Вау. То же самое. То же самое. Так, как тебе закрыть? Хайд. Так, как тебе? Я его беру куда-нибудь повыше, чтобы не мешался. Уехал. Почти. Супер. Обычно я очень открыт к тому, чтобы по ходу дискуссии задавали вопросы, и на эти вопросы я обычно отвечаю, но поскольку у нас сегодня довольно сжатый режим, я попрошу вопросы записать на бумажку или в чатик, и как только у нас появится время, мы обязательно на них ответим. Вопросы могут касаться как компании, так и наших процессов, так и наших продуктов, так и технической части, на которых эти продукты основываются. Какие-то вопросы я, естественно, смогу взять, какие-то вопросы я попрошу, Георгия меня заассистирует, потому что он технически более грамотный человек. А какие-то вопросы мы просто утащим в себя и вернемся с ответами чуть-чуть позже. И начнем с очень простого топика о том, что такое диджитал трансформация. Издалека зайдем. Что такое диджитал трансформация и почему вообще это важно для того, чтобы понять, откуда взялась велость. То есть в последнее время большое количество людей, большое количество компаний заботилось о том, что начали автоматизировать процессы, автоматизировать experience, менять культуру для того, чтобы изменять бизнес, чтобы встречать кастмеров и помогать кастмерам решать их проблемы. Соответственно, определение взято с Salesforce.com. Можете по-честному сходить и почитать. То есть там довольно интересная статья, о чем вообще о подноготной цифровой трансформации. Но, естественно, вопрос возникнет, а в чем вообще разница между диджитал трансформацией и просто автоматизацией процессов и IT-трансформацией. И главный ответ о том, что диджитал трансформацией центром всех операций и всех операционных процессов, всех транзакций становится клиент. Клиент становится главным. Клиент становится не просто полем на каком-нибудь порте или на каком-нибудь цепи. Клиент становится вещей, вокруг которой строится вся инфраструктура, все процессы, все взаимодействия, все транзакции. И клиент получает возможность управлять этими процессами самостоятельно, без необходимости ходить в офисы, ходить в точки обслуживания клиентов, ходить на почту, упаси боже, и просить что-то сделать. И сделать это он хочет в любое время, в любом месте, через любой доступный, удобный канал и фактически управлять любыми процессами. И вся вот эта вот фигня, она вместе получается очень сложной, и не все компании хорошо справляются с этим по ряду причин. Иногда процессы сложные, иногда системы сложные, иногда культура не та. И Velocity, как компания, она нацелена на то, чтобы помочь людям, где нужна действовательная трансформация, эту трансформацию сделать. И много кто требует действовательную трансформацию, но не все ее получают, или не на всех, скажем так, мы хотим фокусироваться. Опросник был, это все проплачено американцами, все по-честному. Американцев спросили, ребят, а в каких индустриях вы чувствуете, что ваш опыт и ваше обслуживание, обслуживание вас, оно страдает? И получили вот такие вот ответы, отсортировали все и сделали топ-6 индустрии, в которых, ну, блин, плохо дела обстоят. Insurance. Головная боль. С процессом того, что у тебя insurance становится обязательной частью, ты очень часто общаешься с очень странными людьми, очень странные цифры, очень странные термины и все остальное. Communications. Ну, тут уже чуть-чуть по-лучшему. Интернет подключить не проблема, но там подключить все вместе, и если ты бизнес, то это уже становится довольно полезным. Utilities. Там за свет заплатить вот это все. Health. Записаться в регистратуру. Велосити. Так весело. И, собственно говоря, Велосити, как организация, как компания, подумала, что наш кейс – это сделать так, чтобы люди в этих индустриях перестали чувствовать себя, не знаю, пятым колесом. И сделать это так, чтобы, соответственно, тем самым помочь компаниям в этих индустриях совершить диджитал-трансформацию. Следующий слайд у меня будет про вертикальные и горизонтальные решения. Я их все соединю в один слайд на следующем. Значит, быстренько поговорим о том, что такое горизонтальные и вертикальные решения. Горизонтальные – это решения и продукты, которые нацелены на широкий спектр рынков, сегментов и индустрий. Например, Microsoft Word – прекрасная штука, которой пользуются все индустрии. Нет там ничего индустрии-специфика. Часто горизонтальные решения являются платформой, на которой строится весь технологический стэк решений компаний и продуктов. И горизонтальное решение по факту предоставляет инструменты для того, чтобы настраивать и строить специфические решения. Работы много. Вертикальные решения, с другой стороны, они нацелены на то, чтобы обслуживать конкретный сегмент рынка, конкретную индустрию, конкретный тип клиентов, конкретную страну. И в чем заключается сложность? Это в том, что для вертикальных решений вендоры обычно проводят колоссальное количество времени, пытаясь понять, в чем специфика, пытаясь понять язык, пытаясь понять людей, пытаясь понять процессы, тренды и все остальное. Соответственно, вопрос, а являются ли они соперниками? И вообще говоря, да, то есть ты можешь взять, кто-то может взять горизонтальное решение, построить на нем вертикальное решение, которое поддерживает конкретную индустрию. А можно пойти другим путем и взять сразу вертикальное решение. Но вопрос, а нужно ли это делать? И Велосити пошло очень интересным способом. Велосити решила взять индустриальные какие-то компоненты и использовать Salesforce как горизонтальный CRM для того, чтобы получить необходимые базовые функциональные блоки, чтобы совершить дичтал-трансформацию. То есть по-хорошему, Salesforce – это горизонтальная платформа, которая предоставляет генерализованные компоненты для того, чтобы работать с клиентами, поддерживать sales, поддерживать сервис, поддерживать маркетинг и все остальное. Но телекомовской специфики там нет, энерджи-специфики там нет, хелс-специфики там нет. И каждый раз, когда этот Salesforce внедряется, например, в какую-нибудь телеком-компанию, все строится, ну, с нуля, да, с абсолютно глобой платформой Salesforce, строится все. Строится хорошо, и Salesforce предоставляет большое количество компонентов для того, чтобы построить вертикальное решение. Ну, блин, долго, и получается через раз. Поэтому Velocity сконцентрировалась специально на вещах, которые вертикальные и которые применимы к конкретному сценарию, но перекладывая ответственность за enablers, за базовые компании, на Salesforce. Почему Salesforce? Да потому что это, ну, потому что это Salesforce. И Salesforce является, является и является и будет являться лидером в Cloud Serum. Поскольку Salesforce еще и создал прекрасную инфраструктуру для того, чтобы строить новые вертикали на основе Salesforce, то, в общем-то говоря, вопрос практически решен. Какой смысл партнерить с Oracle, если можно, с Salesforce? Если Cloud – это тренд, и если Oracle потихонечку умирает. Кстати, большая часть, большое количество людей в Velocity – выходцы из Oracle, кстати. Вот. Это что касается бэкграунда. И последний, наверное, слайд про специфику вертикальных решений. Почему они, собственно говоря, сложные? Никто не говорит, что нельзя взять Salesforce и просто запилить новые вертикальные решения. Можно. Это будет довольно сложно, и это будет довольно дорого. И почему это дорого? Потому что, во-первых, появляется специальный язык и терминология, которая неприменима к другим индустриям. Появляются специфические бизнес-процессы, которых мало того, что много, так они еще и сложные. Появляются вещи типа стандартов, фреймворков и законодательства, наверное, regulations, которые зависят от страны к стране, от индустрии к индустрии. И там, если честно, черт ногу сломит, потому что очень все местами нелогично. Дальше есть тренды и изменения рынка, есть специфические требования на человеческий капитал, потому что нельзя просто так прийти и сказать, я знаю телеком. Нужно в телекоме, к сожалению, поучиться и повариться, чтобы иметь необходимую квалификацию, чтобы делать телеком-решение. И телеком людей в велосипедии довольно много. Соответственно, собираем людей, рисуем решение, делаем решение, получаем классный вертикальный продукт. Вот. Соответственно, дальше, а что мы такого вертикального на вертикали в велосипедии? Тут можно смотреть на это с трех точек зрения. Первое – это индустриальная модель данных. Для того, чтобы говорить на языке индустрии, нужно расширить модель Salesforce, соответственно, базовые блоки, при помощи каких-то необходимых сущностей. Если, например, телекоммуникация говорит на языке Telecom Management Forum, то мы просто обязаны иметь сущности и объекты, как в Telecom Management Forum. Нельзя просто поносывать каких-то непонятных объектах и сказать, круто, будет работать. Это первое – это базовый блок. Второй блок – на основе этих индустриальных моделей мы строим процессы. То есть процессов много, процессы нужно интерфицировать, процессы нужно описать. В каждом процессе есть действующие лица, есть вход, выход, есть интеракции, есть интеграции, есть все остальное. То есть это тоже собирается, пакуется и является частью продукта, который делает велосипедии. И третье – это когда мы все эти процессы, все эти модели данных интегрируем в end-to-end решение, с помощью которого мы поддерживаем действующую трансформацию у клиента. То есть это не просто отдельный Salesforce с отдельным велосипедом. Это часть большой экосистемы, где Salesforce и Veloce являются ключевым компонентом. Соответственно, вопрос интеграции, вопрос scalability, вопрос прочих нефункциональных требований, он является, стоит очень остро и решается в контексте нашего продукта. Большая картинка. Она просто говорит о том, какие компоненты мы привносим и какие компоненты мы расширяем в Salesforce. Я тут быстренько просто по верхам пройдусь, и во время демонстрации мы посмотрим на конкретные решения и как все работает. Но по-хорошему, если выделить ключевые основные моменты, которые приносит Veloce в качестве вертикального решения на основе Salesforce, это каталог, что есть централизованное описание продуктов, связей и правил, которыми живет, пардон, обратно, которыми живет индустрия. Это Configure Price Code инструмент для облегчения и автоматизации работы по созданию и настройке СНЕТ, классное русское слово. Это Order Management, который позволяет генерировать ордера, заявки на исполнение и выполнять их гибким и масштабируемым образом. Это Contract Lifecycle Management, который позволяет автоматизировать работу с контрактами, генерация контрактов, изменение контрактов и продление контрактов. Это интеллигентный умный upsell, cross-sell, это аппликейшены, заточенные на ритейл-обслуживание и все остальное. То есть много чего здесь забабахано, инвестировано колоссальное количество времени и получается очень здоровский, мощный вертикальный продукт. На основе этого вертикального продукта, естественно, строятся вертикальные решения, которые уже решают конкретный бизнес-процесс, бизнес-проблемы конкретных клиентов. А вот маленький слайд, который добавляет немножко информации о том, какие типы проектов, типы процессов мы поддерживаем в конкретных индустриях. Например, если мы говорим о коммуникации, то мы занимаемся созданием идеального ордера, мы поддерживаем сервис Convergence, Digital Media Streaming и все остальное. Соответственно, все эти блоки являются собой high-level группы процессов, которые сбиваются дальше вниз и очень много времени и знания потрачено, чтобы эти все процессы понять, настроить и поддержать продукты. Мы развиваемся как компания. Мы прошли от версии 1, которую сделали в Италии. Мы прошли через 25 версий и мы делаем релизы каждый раз в 3 месяца. То есть мы развиваемся совместно с Salesforce. Если вы посмотрите количество релизов от Salesforce, в принципе, такое же количество релизов от Velocity будет найдено. Мы номер один AppExchange Company. Тут, в принципе, не то, чтобы много чем гордиться, но номер один – это круто. Довольно большое количество экспертов с индустриальным знанием и сознанием Salesforce, что позволяет нам строить классные вертикальные решения на основе Salesforce. Мы 100% native on Salesforce, то есть расширение модели Salesforce сделано очень аккуратно, так, чтобы обеспечить совместимость со всеми новыми ключами Salesforce и сохранить колоссальное количество денег, времени и ресурсов людям, которые эти решения поддерживают и внедрят. И, наконец, если вы знакомы с телекоммуникационной индустрией, Velocity теперь появился в рейтинге очень классного аналитического издания, такого как Gartner. То есть Gartner Magic Quadrant – это метрика или методология анализа рынка software и прочих вещей, где, грубо говоря, оцениваются возможности какой-то компании. И Velocity, как видно, в самом-самом крутом месте, в лидерах, и мы потихонечку, мы были по пути к тому, чтобы лезть еще вверх до тех пор, пока не пришел Salesforce. Как только пришел Salesforce, мы, естественно, этот тренд вверх, мы его дальше задираем, и я надеюсь, что в этом или следующем году мы увидим обновленную картинку от Gartner, где Velocity Salesforce будет еще выше и еще дальше, еще более в лидерах. Мы глобальная компания. Большинство клиентов находятся в Штатах и в Европе. У нас есть классный хаб в Австралии. Клиенты, развивающиеся рынок в Латинской Америке, в России, к сожалению, ничего нет. Сегодня я узнал, что есть Just Energy. Я думал, что они его сделали в Гренландии, но на самом деле это просто канадский проводный энергии. В Гренландии у нас ничего нет, к сожалению. А теперь, смотрите, я потратил где-то 20 минут, в принципе, сделал все быстренько. Надеюсь, понятно, о чем, что такое Velocity, какой бизнес-кейс за этим стоит. Об этом можно говорить еще долго-долго-долго. Но я думал, что круче будет, конечно же, посмотреть, а как это все работает. И для этого мы посмотрим небольшую тему, не посмотрим, я ее проведу, небольшую демо, вживую. И мы сделаем, мы посмотрим на следующий процесс. Это один из процессов, который является специфическим, как происходит Customer Acquisition в Business-to-Business сегменте на примере простого интернет-соединения. То есть представим, что у нас есть клиент, который B2B, то есть бизнес, который хочет подсоединить свой офис к интернету. В принципе, довольно простое мероприятие. У всех интернет есть в домах, все практически понимают, как это работает. Но в B2B есть своя небольшая специфика. Поэтому сегодня мы предположим, что все возможности, которые нагенерировали наши sales, они уже созданы. И sales-агент поднимает возможность, звучит ужасно, простите, работает с клиентом, конфигурирует смету, составляет смету, понимает бюджет, понимает ограничения и все остальное, генерирует контракт, отправляет контракт клиенту на подпись, на ревью. И после того, как контракт подтвержден, мы создаем заявку на исполнение этого сметы. То есть фактически мы отправляем заявку на подключение к интернету, в отдел реализации, который ходит, подключает, настраивает, тестирует, работает и потом говорит, все готово, активируем бюджет, и дальше кастомер, собственно говоря, начинает платить месячную плату или предоплату, как домогодно. В процессе этой демонстрации мы посмотрим на компоненты, которые предоставляются в Велойсте. они называются CPQ, что есть Configure Price Code, CLM, что есть Contract Lifecycle Management, и OM, что есть Order Management. То есть создать смету, создать крутой контракт, провести смету через delivery и активировать интернет. все это будет делаться в Велости, все это будет делаться вживую, и я начну, собственно говоря, показать. Мы начинаем с Salesforce, обычный Home Screen, ничего, собственно говоря, нового, тут никого ничем не удивишь. Соответственно, как мы договаривались, мы предполагаем, что все возможности уже созданы для нас, нашими доблестными лид-генераторами, и мы просто пойдем в Возможности и выберем какой-нибудь для нас, чтобы поработать. Соответственно, тут у нас есть MSK User Group Opportunity, которую я посмотрю, что в ней есть. То есть это обычный объект Salesforce модели, ничего нового здесь нет, кроме дополнительного набора полей и параметров, которые нам необходимы для того, чтобы обеспечить телеком-специфику. Полностью в Salesforce Native UI ничего, собственно говоря, интересного. А интересность начинается там, где мы превращаем эту возможность в смету. И тут появляется первый продукт, первый UI, который не Salesforce. Этот UI как раз и называется Velocity Configure Price Mode. Это инструмент sales-инженера, который используется для того, чтобы понять, что есть в смете, что можно добавить в смету, как смету оценить и как составить по этой смете потом заявку на исполнение. Соответственно, что sales-агент ожидает от такого инструмента? Очень простая вещь. Этот инструмент должен позволить быстро, аккуратно и быстро и аккуратно создать смету, оценить ее и еще помочь сделать upsell или cross-sell, чтобы увеличить ревеню от этой возможности. Соответственно, что у нас тут происходит? Тут мы видим весь набор продуктов, которые компания может предоставлять. Есть набор продуктов, которые уже входят в эту opportunity, в эту возможность, которым клиент уже заинтересован. Тут мы видим summary-информацию по этой возможности. Это рекарин, цена, это единоразовая плата и вообще общий бюджет этой возможности при условии, что это будет годовой контракт. Собственно говоря, все довольно просто. Я могу посмотреть свойства каждого из этих продуктов. Каждый из этих продуктов имеет определенную конфигурацию, которую я некоторые вещи могу иметь, некоторые вещи не могу иметь. Но, в принципе, вся эта информация, она сейчас или в будущем либо поможет правильно оценить эту смету, либо поможет правильно заделиверить этот интернет-услуг. Соответственно, предположим, что мы поняли контекст этой возможности, и мы должны, как sales representative, мы должны пойти к клиенту и поговорить о собственной грасмете. И сейчас я запускаю процесс трансформации изначальной возможности в смету. Довольно простой, стандартный sales force процесс, ничего нового здесь нет. Соответственно, открывается тот же самый CPQ интерфейс, в котором я вижу все, что было в opportunity. Но, помимо всего этого, я могу начать и конфигурировать дополнительные какие-то продукты. Например, здесь вот сверху мы видим плашечку, которая говорит, вот вы знаете, с этим инструментом интернета обычно мы предлагаем набор security решений. И поэтому можем его добавить, если я договариваюсь с клиентом, что это необходимо и это можно, я, соответственно, выбираю этот продукт из панели возможных продуктов и кидаю его в корзинку. Соответственно, перед тем, как я могу кинуть это в корзинку, я это уже сделал, к сожалению, но я могу посмотреть, а что это, собственно говоря, за продукт, что он умеет, какие есть, какой код у него, какая цена, какие-то картинки, может быть, какие-то параметры. Это помогает мне вести полноценную беседу с клиентом и возможность объяснить, что это, зачем это, почему это, на что это будет влиять. Мы тут видим, что пакет решений для безопасности, он на самом деле не просто один, а тут четыре компонента, четыре набора программного обеспечения, которые выполняют различные функции. Каждый из них имеет свою цену, каждый имеет свою конфигурацию, каждый имеет свою ценность и свой процесс, как активировать это ПЭО. Соответственно, иметь необходимость, иметь возможность смотреть на детальную разбивку по конкретным компонентам, это уникальная возможность и критически важная способность для того, чтобы бизнесу планировать, бизнесу оценивать свою эффективность и осуществлять дальнейшее бизнес-планирование. Как и для интернета, я прекрасно могу посмотреть свойства security решений, их здесь сейчас нет, например, но в каких-то других местах я могу, например, сдать провайдера для антивирус-решений, это будет Microsoft. Это может быть информация, которая преконфигурирована в каталоге, а может быть информация, которую клиент захочет ввести. Соответственно, предположим, что я общаюсь с Георгием, я говорю, Георгий, смотри, мы тебе собрали классную смету, это будет всего 1340 долларов за год. Георгий говорит, класс, высылайте контракт. Вот. И здесь возникает вопрос, а контракт нужно собрать таким образом, чтобы динамически включить туда информацию по Георгию, по клиенту, информацию по услугам или продуктам, которые были приобретены и сконфигурированы, учитывая все эти вещи, информацию по ценам, информацию по terms and conditions и кучу разной ерунды. И мы все знаем, что в Salesforce в принципе есть возможность создать PDF из квоты, это этим уже никого не удивишь, но возможности, которые предоставляет стандартный Salesforce движок, они, если честно, не очень. И тут на выручку приходит контракт на cycle менеджмент продукт, который сделан в Белости. То есть он тоже на базе на фреймворке Salesforce и позволяет нам динамически собирать очень tailor-made контракты по шаблонам и используя данные из Salesforce для наполнения этого шаблона. Я запустил процесс генерации контракта, собрал контракт и давайте его быстренько посмотрим. Посмотрим, что представляет из себя эта штука. Соответственно, я сделал превью документа в Salesforce. Это контракт, который состоит из скольких-то там трех-четырех страничек, в которых есть, включается из темплейта какая-то графическая часть, контент-часть, включаются стандартные определения, включается информация по кастомеру, включается информация по каким-то лицензиям, каким-то неустойким платежам. Это все конфигурируется в каталоге и предоставляется процесс lifecycle менеджмента на основе этих компонентов документа. И в самом-сам-сам конце есть список продуктов, которые я заказал. Соответственно, все это генерируется динамически, все это генерируется по одной кнопке и смотрите, как здорово все получилось. То есть Георгий, глядя на этот документ, может понять, что он заказал, какие условия. То есть полноценный контракт. Георгий, как клиент, будет доволен и скажет «беру». И на самом-то деле сказать «беру» он может как по телефону мне, так и мы можем отправить этот документ на электронную подпись в сервис электронной подписи, например, DocuSign. Для этого в конце этого документа, если мы сейчас выделим все, у нас появляются меточки, которые инструктируют DocuSign поставить здесь подпись или предоставить здесь меточку для подписи для кастомера. То есть как только мы эту интеграцию запустили, кастомер подписал, мы получили обновленную версию, теперь мы получили документ, который подтверждает, что Георгий согласился на эти условия и теперь самое время нам, как телекому, все-таки этот интернет предоставить. И вопрос предоставления интернета, он тоже, вообще говоря, довольно интересный. Я создаю заявку, это значит, что я смету перевожу в разряд вещей, в разряд уже заявки. Заявка это то, над чем будет работать команда внедрения, которая пойдет и активирует интернет, которая выберет порт, которая сконфигурирует IP-адрес, которая, может быть, пойдет поставить ПО. И весь этот процесс довольно сложный, как вы понимаете, и он зависит от того, какой продукт, от того, какой кастомер, от того, если у этого клиента уже что-то, от того, господи, какое время года сегодня, какая доступность инфраструктуры, какой порт есть, какого порта нет, какой сервис я могу сделать, какой нет. и все эти странные условия довольно сложные, они сплетаются в клубок и заставляют телеком-вендоров просто страдать от того, что, блин, процессы сложные. И велосипед ордер-менеджмент и вообще все ордеры-менеджмент-решения, они настроены на то, чтобы помочь этот процесс автоматизировать, то есть динамически собрать процесс, динамически выполнить процесс, и в пределах этого процесса могут быть ручные задачи, которые требуют ручного ввода, могут быть автоматизированные процессы, могут быть еще что-нибудь. И, соответственно, Velocity предоставляет классные инструменты для поддержки этого процесса. Значит, сейчас что я сделаю? Во-первых, обратим внимание, что по мере того, как я превращаю возможность в заявку, возможность в смету, смету в заявку, у меня меняется необходимость введения тех или иных параметров. Например, на этапе заявки никому не важно, где этот интернет предоставать, но на этапе уже заявки мне важно указать нашему отделу внедрения, что вот клиент попросил, как провести интернет. И, например, мы здесь отметим. У меня в стене дыра. Тяните туда. туда. Соответственно, эту информацию я собираю на заявке, и вся эта информация будет доступна моим инженерам, которые пойдут этот интернет делать. Соответственно, процесс передачи заявки и отдачи заявки в отдел внедрения, он происходит в нескольких этапах. Во-первых, отдел внедрения, он не может просто пойти и сделать все, потому что их много, они не знают, как крипирировать друг с другом, какие-то отделы должны включаться, какие-то отделы не должны включаться. И первая задача ордер-менеджмента в том, чтобы взять коммерческий ордер, то есть то, под что Георгий подписался, и разбить его в набор таких более атомарных технических задач. Например, эта часть security идет в какой-то клауд инсталляцию, роутер мне нужно заказать и доставить, интернет мне нужно установить и настроить и все остальное. Этот процесс называется процессом декомпозиции и Velocity предоставляет эту возможность и, например, показать, что роутер нужно доставить, роутер нужно активировать в билинг-платформе и роутер и информация по роутеру нужна для активации интернета в будущем. То есть такая разбивка по графам она необходима для того, чтобы у каждого отдела, который работает над своей заявкой изолирована была вся информация необходима для того, чтобы эффективно сделать эту, выполнить эту заявку и не ходить там по 35 системам, собирать информацию по крупицам и потом в итоге сделать заявку выполнить заявку спустя два месяца. Никто это любит и одна из бенефитов я забыл слово, простите. В общем, один из бенефитов в власти в том, что мы этот процесс собственно говоря воскрепим. И это просто заявки. Обратите внимание, что мы создали из одной коммерческой заявки четыре технические заявки, которые будут взяты разными людьми и теперь собственно говоря каждая заявка она из себя представляет тоже workflow-процесс. То есть это небольшой набор задач, а может быть большой набор задач, которые кто-то должен сделать и которые кто-то должен выполнить. Это может быть, как я сказал, что-то ручное, это может быть что-то автоматизированное, например, локация IP-адреса может делаться в автоматическом режиме. Дизайн решения делается в ручном режиме. Какие-то активации ядра сети, активация сети доступа, активация раутера, все это будет происходить потихонечку в автоматическом режиме. И по мере того, как все это происходит, система обновляет юзер интерфейс и говорит готово. Ставится все зеленым и все круто. Соответственно, за этими тасками происходит какое-то действие. Я сейчас быстренько покажу, какое действие там было. Сначала я покажу ручной процесс. Странно открылось. Пока. Покажу вам ручной процесс. Сейчас это процесс дизайн решения. Для того, чтобы предоставить интернет, нужно приблизительно накидать процесс, как это решение будет выглядеть. И на данном этапе мы предоставляем такой гайдед процесс степп пошаговый. пошаговый процесс, с которым дизайнер этого отдела может выполнить определенные ручные задачи и сказать, например, проверить, что вся контрактная отчетность, вся материальная отчетность, scope of work все есть. Сказать есть, 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 есть. Добавить какой-то дополнительный комментарий, все есть, работаем. И нарисовать какую-то картинку и визию, сказать, вот вам будет мое решение и загрузить это решение в велосити для дальнейших людей, кто будет это решение выполнять. и даже может быть сказать, кто ты, собственно говоря, такой. Я, я, Саша, я сегодня закончил свою работу. Опять же, это необходимо для того, чтобы позволить людям и позволить организациям и видеть end-to-end процесс и не потерять никакие важные вещи. А вот, смотрите, тут у меня подпись в Comic Sans ужас. Тем не менее, процесс, который мы только что посмотрели, он построен на части фреймворка, который предоставляет велосити, он называется Omniscrypt. То есть Omniscrypt это классный, очень мощный инструмент для декларативного описания пошаговых процессов. Вот такие инструменты, лучше, чем остальные. И помимо ручных процессов, велосити позволяет классно интегрироваться со внешними системами. Например, здесь у меня есть задача активации с ядром сети, активации ядра сети. И в этой задаче я попросил велосити собрать мне активационный запрос и пульнуть его в сет. Соответственно, активационный запрос выглядит следующим образом. Все это собрано, опять же, с помощью инструмента велосити, который называется DataRaptor. это по-хорошему собрался мне JSON в соответствии с сюрприз-сюрприз индустрии специфическим интерфейсом интеграции систем. То есть это часть, которая вертикальная, собрана со знанием телеком-индустрии, собрана для того, чтобы активировать услуги и собрана с использованием фреймворка велосити практически с очень небольшим количеством Apex-кода. Очень минимально. Вот. В конце концов процесс идет слева направо, потихонечку все вопросы решаются и в конце концов только достигнется последней точкой деливери процесса, мы можем считать, что ребята, интернет готов, можно отправлять кастомер письмо и, соответственно, инициировать биллинг. Соответственно, посредством наличия этого процесса мы получили возможность, во-первых, видеть от начала до конца, что происходит, автоматизировать процесс, поддерживать какую-то коммуникацию с кастомером, чтобы держать ее в курсе и незамедлительно активировать биллинг, как только сервис готов. То есть это еще и ревеню, менеджмент, какие-то проблемы решают. Как только сервис активирован, у кастомера появляются продукты, у кастомера появляются осады, и кастомер становится частью нашего кастомер-сервис джорни, о котором мы сегодня, к сожалению, не говорим, потому что у меня нет времени. Вот, на этом мы заканчиваем демо. Мы поговорили о том, как мы берем возможности, как мы превращаем их в сметы и как мы конфигурируем смету, так что мы получаем очень аккуратную смету, очень интеллигентную смету и с детальной разбивкой по продуктам. Мы поговорили о том, как мы генерируем контракт на основе темплейтов и информации из Salesforce. Мы поговорили о том, как мы возможность трансформируем в заявку и как эту заявку мы выполняем. Каждый из этих процессов сам по себе довольно сложный. Когда мы говорим о end-to-end решении, оно становится уперсложным. И эта уперсложность она решается ребятами из Salesforce и ребятами из Veloce. Поэтому Salesforce и Veloce это круто. Спасибо большое. На этом я закрываю демо. Надеюсь, вы все уловили и надеюсь большая часть из того, что мы обсуждали имеет смысл. И чтобы не уезжать во время Владимира по другим практически и очень важным топикам, давайте откроем Q&A сессию. Я постараюсь ответить на какие-то вопросы и будем знакомы. Всем привет. Меня зовут Алексей. Если кто меня не знает еще, я, к сожалению, очень часто с вами бываю. У меня такой вопрос. По как раз построению вертикали с помощью продукта Velocity. Из предоставленного демо я увидел, что по сути дела вертикально начинается... Алло? Да-да, мы слышим. Я увидел, что вертикально начинается где-то с уровня order of provisioning, то есть когда уже конкретный order распределяется по стадиям их фактического исполнения. Сам CPQ модуль и CLM модуль в общем-то довольно стандартный и на самом деле я не увидел никаких зависимостей от конкретной индустрии. Это действительно так или возможно там были какие-то скрытые нюансы, которые ты не заметил? хороший вопрос. Скорее всего в этой деме не было вопросов, не было моментов, которые бы вызвали ощущение «Воу, это действительно круто и это действительно индустрия», просто потому, что нельзя все вместить в эту демо. На самом деле вопрос, если мы вернемся к CPQ, то вопрос конфигурации заявки и сняты, он на самом деле не очень прост. И самый простой пример, где начинается телеком, например, специфика, это вопрос availability, eligibility и feasibility конкретного продукта. Availability, eligibility продукта и feasibility ордера как такового. То есть тут для процесса грамотной и аккуратной заявки, создания грамотной и четкой заявки, необходимо знать что у нас есть на сети, какую скорость эта сеть предоставляет. Нужно знать специфику телекоммуникационных продуктов в виде структуры. Например, интернет это очень простой продукт и тут специфики особо-то и нет. Но если мы будем говорить о сложных B2B продуктах, как, например, VPN решения, как software defined VPN, как мобильные подписки, как Cloud решения, как все другое, там начинается появляться сложность, связанная со структурой продукта как такового. то есть просто забрали себя извини, что я прервал. Это реально действительно интересно, только боюсь, может оказаться интересным с тобой вдвоем. Еще один общий вопрос на самом деле по CPQ и этому модулю. Ну и по Квардорату Гаркета. Да. Я так понимаю, что в ближайшее время Salesforce покупает Veloce или купил, да, и ваше решение становится частью платформенного решения. Да. Ну и станет в ближайшем будущем. Тут вопрос возникает следующим. Некоторое время назад Salesforce купил Steelbricks и его CPQ-решение, которое сейчас уже стало частью платформы Salesforce и интегрировано уже вовнутрь, не как аппликейшн, а практически как часть платформы. Да. Вот в связи сет двойным дублированием одного решения на одной платформе, что будет являться? Либо вы будете как-то переходить на CPQ-решение, которое раньше было Steelbricks, либо вы будете существовать параллельно на своем решении CPQ-решение и ондер менеджмента. Есть какие-то ожидания от грядущего, по крайней мере, планной интеграции? Да, есть ожидания. Мы осведомлены о том, как Salesforce покупал Steelbrick-решение и в принципе Steelbrick-решение они были заточены на ритейл, то есть с очень простым CPQ, с очень небольшим количеством правил, с очень простым прайсингом. Когда мы говорим и сравниваем Steelbrick и Velocity, мы говорим о несколько разных точках приложений. Использовать Steelbrick для сложных телеком решений тяжело. У нас были клиенты, которые использовали Steelbrick еще до того, как его купил Salesforce для похожих сценариев. Страдали ребята. Соответственно, я думаю, что я, опять же, к сожалению, не отвечаю, к счастью, не отвечаю за родмоп продуктов. Какая-то рационализация, естественно, будет, и я думаю, что как Steelbrick, так и Velocity, они будут продолжать частью, будут продолжать быть частью линейки Salesforce, но, скорее всего, заточены на разные ниши. Как, например, Salesforce недавно, в прошлом году, по-моему, выдал еще и Order Management Lightning. Казалось бы, а как теперь Velocity Order Management и Salesforce Order Management будут выживать? А если копнуть на самом-то деле в Salesforce Order Management, он заточен тоже на довольно простые линейные процессы, может быть, не линейные, но довольно простые. И того динамизма, который нужен Telecom, он не может делать. Хотя может делать отлично другие, более простые вещи. Поэтому тут ты выбираешь между инструментом, между молотком и между бластером. когда-то тебе нужен молоток и тебе в принципе достаточно когда-то тебе нужен бластер и ты пошел и все сделал. Спасибо большое за ответ. Вопросы пока больше нет. Спасибо. У меня есть вопрос. Используются ли какие-то внешние интеграции типа Amazon или Heroku для обработки сложных файлов и прочего? Да, отличный вопрос. Скалабилити мы знаем, что он всегда актуален для Salesforce и Velocity собственно говоря не исключение. Тем более как только мы начинаем работать с большими и очень большими сметами и ордерами там получается фарш. Поэтому один из продуктов который делает Velocity это ордер менеджмент и у него есть вариация ордер менеджмент плюс где нам нужно ультра скалабилити ультра перформанс и ультра data volumes например у нас есть в Южной Америке решение есть в Австралии решение где необходимы объемы данных и скорости транзакций которые простой Salesforce просто не позволяет делать и поэтому было принято решение использовать Amazon Web Services для того чтобы решать вот эти вот большие нагрузки вне экосистемы Salesforce рассматривались разные варианты рассматривались варианты AWS рассматривался вариант Azure Google Cloud и также Heroku большая часть из них отскочила была дисквалифицирована просто из-за того что нам нужно было поддерживать GDPR требования в Европе а Heroku например не GDPR compliant поэтому к сожалению насколько он Salesforce Salesforce но к сожалению он был дисквалифицирован исключительно по этой причине поэтому мы живем на Amazon Web Services как это будет дальше развиваться я честно говоря не знаю но последний раз когда я работал с этими решениями была тенденция на то чтобы сделать решение как бы Cloud Agnostic то есть позволить делать какие-то выгрузки и какие-то обработки не только не только на AWS но на любом Cloud в зависимости от того какое предпочтение есть у кастомер какие активные партнерские отношения у клиента есть с Cloud Provider надеюсь это отвечает вопрос спасибо спасибо Саша у меня тоже вопрос это Сергей может быть ты можешь поделиться а что будет с другими индустриями в которых Salesforce имеет решение отличный вопрос то есть они останутся между Velocity индустриями там даже есть некоторые индустрии которые покрываются и Velocity и Salesforce сейчас например Insurance по-моему и сейчас Velocity и Salesforce Leadership они работают над программой над стратегией того как использовать общие знания и общий опыт в вертикальных решениях для того чтобы продолжить для того чтобы получить синергию от всего того что было куплено с Salesforce например я очень ожидаю что большое количество решений от продуктов от Velocity в том числе платформа в том числе CPQ в том числе order management они станут частью других индустрий то есть как компоненты на них можно строить много всего разного крутого и для других индустрий как это будет развиваться мы сейчас внимательно смотрим мы ждем мы получили недавно дирекшн от нашего CEO и ждем как это будет развиваться к сожалению это пока что вся информация которую мы можем поделиться еще один вопрос как можно изучать Velocity хороший вопрос по Velocity и я кстати очень удивлен этому по сравнению с моими предыдущими местами работы появилось очень много документации документация как получить доступ к документации хороший вопрос но есть большое количество тренингов большое количество сертификаций и большое количество прочих материалов для доступа для изучения как если ты не являешься партнером или клиентом или я партнером и клиентом как получить доступ я честно говоря не знаю я спрошу и мы передадим тебе ответ и свяжемся и научим спасибо я беру бумажку какие-нибудь вопросы не стесняемся баба привет саша привет классный доклад классный доклад мне понравилось как ты русский слова подбираешь очень тяжело на самом деле я сейчас язык заплетался до сих пор заплетается поэтому спасибо еще раз что выслушали мы тарабашили на русском надеюсь надеюсь вы увидели почему мы это делаем и надеюсь в скором будущем вы получите доступ к индустриальным решениям когда будете работать на своих Salesforce проектах саша раз уж ты меня как это назвал вопрос такой очень маленький тоже с клиентом работал и они как-то жаловали что контракт они конечно могут генерить составлять но какой-то прозрачности у них нет то есть точно они не могут посмотреть как контракт будет выглядеть пока они реально кто-то не заказал вот такой набор продуктов и они вот собрали его и увидели есть ли какой-то конфигуратор может уже сейчас в последних версиях когда ты что-то составляешь и ты можешь грубо говоря просимулировать посмотреть без необходимости генерировать этот контракт хороший вопрос зря спросил тебя по-хорошему у нас есть темплейты то есть вся генерация вся генерация документов в власти она строится на темплейтах темплейты определяются как комбинация каких-то базовых блоков и этот конструктор его тоже можно смотреть прямо до того как кто-то что-то заказывает например если мы посмотрим контракт который мы сегодня генерировали он строится на основе вот этого темплейта в темплейте соответственно у нас есть набор секций слева направо то есть они идут сверху вниз ты можешь посмотреть как эти секции выглядят ты можешь их менять ты можешь смотреть какие какие данные в эту секцию вкладываются например если я пойду в item ordered я увижу конфигурацию которая описывает что у меня здесь есть то есть ты не можешь просимулировать симулировать но ты можешь отлично пронавидироваться по всем компонентам которые составляют твой контракт не понял я как раз именно у них был консервный с динамической частью не статика а именно динамика и с разных продуктов с разных айтемов они собирали разные параметры и когда смотришь на конфигурацию немножко запутанно получается потому что много всяких вещей и ненаглядно ну ладно я понял в принципе спасибо хорошо давай мы с тобой еще созвонимся в следующей неделе и обсудим этот вопрос поплотнее извините можно еще один вопрос хочу спросить как-нибудь реализован перенос национальности одних индустрии в другие ну к примеру в одной индустрии у нас существует практика каких-то продажных подписочных продуктов подписочных продуктов у нас живет по своим правилам это не сингл продажа а постоянная продажа в одной индустрии она организована в другой ее нету в этом случае возможно ли какой-то теренос из одной индустрии в другой и вообще организованы как-либо подписочные модели да ответ да по крайней мере то что происходит и велось тем у нас есть индустрии которые очень похожи которые касаются иншуранс у нас есть хелс иншуранс у нас есть дентал иншуранс и у нас есть что-то еще у нас есть энергия и у нас есть телекоммуникация и эти пары индустрии они честно говоря довольно похожи поэтому процессы и структура продуктов часто часто мигрируют мигрируют а часто обогащают друг друга например как мы и это происходит регулярно у каждой вертикали есть свой джем и есть какая-то процедура которая помогает людям в разных вертикалях работать и получать доступ к опыту и артефактам которые другие люди делают как например мы начинали энергетическую индустрию у нас ее не было до по-моему позапрошлого года потом мы решили ее сделать и ее сделали так что просто начали с бейслайна телеком индустрии просто убрали что-то ненужное и добавили что-то нужное соответственно подписочная модель она очень хорошо вкладывается в модель энергетики потому что там подписываешься и потом платишься и есть еще такая штука если я открою обратно слайд есть еще такая штука называется GoDigital GoDigital это решение интегр где GoDigital стоп вот вот этот GoDigital это решение которое сделано для автоматизации работы с мобильными подписками интеграция с рейтинг платформой интеграция медиэйшн и рейтинг и возможность обновлять подписки добавлять подписки менять подписки и все остальное то есть это это сделано специально для для телекоммуникации потом как только это становится довольно зрелым и полноценным часто оно перекочевывает в энерджи из энерджи в телеком обычно ничего не перекочевывает как-то так это что происходит в велосипеде я надеюсь что как только мы станем частью более большого более большой экосистемы индустрии мы начнем реально перекочевывать функциональность платформы потому что платформа она используется во всех вертикалях например velocity cards консоль он не скрипт эти пошаговые процессы дата рапторы для декларативного доступа к данным и трансформации данных велосипеде интеграционные процедуры вся эта во два это горизонтальная платформа чтобы улучшить горизонтальные способности селсфорса и вот эта вся штука она поддерживает все вертикали ну и там дальше бизнес-процессы между вертикалями тоже надо перекачевывать нет спасибо большое окей на этом квадратик который называется devops tooling если коротко можешь об этом рассказать как это devops tooling да конечно devops больной больной вопрос вообще во всем селсфорс комьюнити ну тоже не то что больной важный и мы как часть селсфорс комьюнити тоже тоже болеем за все это соответственно мы имеем партнерские отношения с определенным количеством devops вендоров которые помогают нам нам devops оперировать скажем так наше решение и параллельно с этим мы еще сделали парочку инструментов которые помогают которые становятся частью этого devops цикла который называется например velocity dx здесь salesforce dx соответственно похожая вещь от velocity называется velocity dx и это в принципе все что сидит за этим за этим devops tooling там не шибко разбежишься пользуются уже клиенты да да velocity dx это очень крутая штука чтобы брать конфигурации velocity и salesforce с одного с одной организации переносить их в source control либо на другую организацию и собственно говоря делать эти махинации в пределах devops процесса отлично спасибо на этом я думаю я свое время исчерпал и только исходя из того что я очень увежливый парень я отдам отдам бразды этого митинга Владимира или Георгию кто там у нас следующий спасибо большое Саша за очень интересное выступление спасибо я думаю нам стоит буквально на 5 минут прерваться как вы как бы по этому поводу думаете коллеги что скажете давайте сделаем перерыв давайте давайте сделаем перерыв сейчас давайте я пошарю туда экран с камдауном просто пока пока все тут вопрос к аудитории ну что слышно меня хорошо видно все да все отлично супер супер ну тогда поехали собственно clean code principles clean code это такой developer best practice который помогает сделать систему такой чтобы ее легче было изменять например когда мы мигрируем от visual force lightning или нужно обновить версию веб-сервиса или версию manage package также он помогает находить проблемы быстрее и быстрее их разрешать в вашей системе ну и может помочь даже на собеседование на работу если ваше задание легче прочитать и понять это точно плюс пара слов обо мне мне очень приятно на самом деле выступать для московской девелопер-групп потому что Москва это мой родной город и ну а так сложилось что когда я учился на третьем курсе в мира я спросил в международном отделе куда можно поехать учиться по обмену и с тех пор я живу в Ероте закончил магистратуру в Италии начал работать в итальянском бутике но не Гуччи не Прада а так называемый бутик консалтности системном интеграторе Salesforce там я прошел мой курс молодого Salesforce и сегодня я с вами общаюсь уже находясь в Берлине где я работаю для SumUp SumUp это первенский стартап основным продуктом которого является платежный вот такой терминал для считывания кредитных карт его вы можете подключить к телефону и принимать платежи независимо от локации еще это будет дешевле чем у обычного банка также сама обстроит экосистему сервисов вокруг малого бизнеса это инвойсинг и онлайн-магазины и у нас уже довольно большая международная компания полторы тысячи пользователей в Salesforce ну и если будет желание работать в Болгарии Германии или Бразилии пишите небольшой дисклеймер вы увидите в презентации много кода вы можете не согласиться с какой-то частью этого кода это нормально но я прошу вас фокусироваться именно на принципах о том как вы применяете или сможете применить принципы в вашей работе собственно что такое Clinicode как сказал один из известных ученых информатиков Дональд Кнут программирование это такое искусство когда один человек объясняет другому что он хочет от компьютера и это как раз то в чем нам помогает CleanCode CleanCode термин придуманный Робертом Мартином и отражает такие свойства кода как читабельность и легкость изменения что происходит если наш код не совсем чистый здесь можно провести аналогию с кухней заставленной всевозможными предметами после вечинки здесь нужно больше времени чтобы найти какой-то предмет здесь появляется дупликация в разных местах кухни появляются похожие вещи и здесь в принципе нужно больше времени чтобы что-то сделать и вот когда я на одном из больших проектов обнаружил себя в похожей ситуации я вспомнил что есть такая штука как CleanCode и да и это действительно мне помогло на проекте и в дальнейшем работе и дальше я захотел объяснить что такое CleanCode и как это делается человеку который раньше об этом не слышал и вот так появились вот эти четыре принципа Итак Boy Scout Rule или правила пионера всегда оставляй лужайку чище чем было до тебя или как перефразировал Роберт Мартин всегда оставляйте код который вы редактируете лучше чем было до вас Boy Scout Rule это такой основополагающий принцип который позволяет нам взять на себя ответственность за экосистему любого типа это не обязательно код не обязательно природа в принципе любая экосистема и мы можем сделать и лучше просто находя те маленькие вещи которые мы можем сделать лучше независимо ни от каких дедлайнов или ограничений и вот следующие три принципа они как раз о тех маленьких вещах которые мы будем улучшать первое это meaningful naming имена в коде должны быть описательными они должны объяснять намерения автора который стоит за этими переменами описательные имена это такие которые используют слова и не используют аббревиации их легче найти как здесь на примере на слайде слева если вы будете искать букву L вы найдете много букв L а если на примере справа вы будете искать new lead то во-первых вы сразу знаете что в коде создается новая запись типа lead во-вторых вы обнаружите кластеры кода или секции которые отвечают за разные вещи при создании этого lead еще немного про имена имена классов должны быть основаны на существительных имена методов должны быть основаны на глаголах или глагольных фразах все на самом деле вот суть нейминга она заключается в том чтобы сделать код похожим на человеческий язык чтобы код который написан неважно где чтобы в принципе человек даже не обязательно программист мог взглянуть на него и понять примерно что там происходит то есть мы общаемся с читателем на человеческом языке объясняем другому человеку что мы хотим от компьютера и вот одним из таких приемов является использование типа переменной как части имени то есть где-то если посреди кода если мы видим это переменно мы сразу будем знать что с объектами какого типа мы имеем дело нам не нужно будет скроллить вверх и вниз чтобы чтобы это узнать с коллекциями мы тоже можем использовать тип переменной как часть имени но при этом не не обязательно всегда писать что это лист или сет достаточно использовать человеческое множественное число английского языка в любом проекте неважно есть там программный код или нет обязательно должен быть нейминг о том в каком формате должны быть поля в Salesforce и на таблице вот самый минимальный пример использовать кмлкс начинать именно переменных и методов с маленькой буквы начинать именно класса с большой буквы и констант все большие буквы далее естественно когда мы меняем нашу систему что-то меняется и так же меняются имена которые помогают нам понять что происходит в этой системе и здесь очень важно чтобы эти имена чтобы эти имена были было легче изменить если имя переменной в классе обозначено как private это значит что она на нее она используется в принципе только в одном классе и не нужно проверять всю остальную базу кода на то есть ли это имя где-то еще ну вот теперь когда мы умеем рассказывать передавать больше информации с помощью имен мы можем применять промежуточные переменные то есть например здесь мы в строке ищем два параметра с помощью регулярного выражения и мы могли бы написать это все в одной строчке в одной строчке групп 1 и групп 2 но так как мы хотим рассказать другому человеку о том что мы хотим от компьютера очень полезно применить промежуточные переменные и сказать что групп 1 это ключ а групп 2 это значение второй принцип это использование констант переменные которые не меняются вместо просто цифр или просто строк в коде то есть если вы используете где-то допустим код страны и это какая-то цифра которая в принципе в человеческом языке не используется здесь очень полезно будет использовать константу таким образом вы в коде всегда будете знать с чем именно вы имеете дело вы всегда найдете сколько раз именно вы ссылаетесь на эту константу сколько раз этот код используется вам легче будет поменять значение этой переменной это будет только в одном месте и также на эту константу можно будет ссылаться в тестах и последний третий принцип это маленькие функции маленькие функции получаются когда мы разбиваем большую на логические секции или мы смотрим на уровни отступов и как бы сворачиваем то что находится внутри или ифа и изолируем это как маленькую функцию что нам это дает таким образом мы разделяем уровни абстракции и человек который читает этот код ему нужно держать в памяти меньше вещей вы наверное знаете люди в принципе в среднем способны держать в памяти одновременно примерно 6 вещей и вот с помощью маленьких функций мы уменьшаем вот это самое количество памяти необходимое для того чтобы понять что происходит также эти функции легче изменять опять же потому что вся функция помещается на одном экране гораздо проще понять что и как нужно изменить так как функции у нас маленькие то и да здесь большое правило большого пальца это каждая функция должна делать одну вещь и делать это хорошо да то есть если у нас есть такая функция которая делает вещь одну вещь и делает ее хорошо почему бы ее не использовать несколько раз вместо того чтобы копипастить куски кода в нашем классе и также эти функции легче легче тестировать это улучшает тестовое покрытие ну и естественно качество вашей системы важный важный нюанс это параметры которые мы передаем функциям так как у нас функций много мы делегировали все и все детали возникает необходимость передавать контекст от одной функции к другой и здесь нам помогают переменные классовые или статичные переменные к которым имеют доступ все вот эти маленькие функции то есть вместо того чтобы каждый раз передавать параметры от одного между всеми 10 функциями достаточно выделить самые часто используемые параметры как переменные классы и еще одна вещь это так называемый data transfer objects классы которые созданы как раз для того чтобы собирать множество параметров и например как в случае с адресом у нас есть там улица номер дома и так далее если к адресу мы добавим какой-то еще параметр которого не было в самом начале например строение то нам достаточно будет изменить определение вот этого класса адрес вместо того чтобы менять определение каждой из наших функций вот на самом деле все три принципа и теперь начинается вторая часть где мы начинаем применять наши принципы и так ветвление и циклы в ветвлении когда у нас есть условие которое состоит из нескольких из нескольких вещей и это не всегда сразу можно понять за одну секунду очень полезно использовать маленькую функцию с описательным именем и таким образом код практически читается на человеческом языке если нужно удалить таймер то же самое делаем с вычислениями в условиях можно использовать промежуточные переменные с описательным именем также чтобы сделать код более похожим на человеческий язык можно вместо негативных условий использовать вместо воприсательного знака использовать человеческий язык слово нот и интересное открытие было когда-то для меня что в апексе существует оказывается стандартная функция для проверки строк на пустоту и функция для проверки массива на то пустое или там что-то есть то есть старайтесь использовать теоретический язык в вашем коде когда мы пишем запросы к базе данных это тоже полезно выделить как маленькую функцию таким образом эту функцию мы можем использовать в разных местах мы будем знать что если мы изменили этот запрос то автоматически так же он изменится и в остальных местах и позже если в системе еще этого нету можно будет создать специальный класс в который можно зурпировать вот такие запросы к базе данных циклы в циклах мы смотрим на отступы и если отступов у нас много это значит что мы работаем на разных уровнях абстракции и здесь можно применить маленькую функцию и убрать в нее все что происходит внутри if но также можно применить так называемый loop control statement который позволяет нам сказать машине просто перейти к следующему элементу в цикле и таким образом когда мы уже читаем код справа мы один раз проходим вот это условие has no property request и больше нам не нужно его держать в памяти то есть дальше мы уже спокойно смотрим что что в принципе происходит с email wrappers который мы уже отфильтровали ну теперь когда у нас имена стали гораздо более писательными функции маленькими и мы используем константы возможно нам теперь нужно гораздо меньше комментариев потому что наш код стал похож в принципе на человеческий язык и остается их только удалить также когда у нас имена настолько более описательные и функции функции как для каждой есть функция в логах можно просто написать название класса название функции и название переменной и уже читателю сразу будет понятно откуда это сообщение пришло и что там происходит ну и небольшой небольшая демонстрация кода это такой псевдокласс основанный на реальных событиях где я собрал иллюстрацию вот этих принципов вначале мы сразу видим наши константы то есть все строки вот эти вот названия рекорд тайпа вот это все может когда-то поменяться и поменять нам это нужно будет только вот здесь в одном месте мы можем сразу посмотреть где это используется используется только в двух местах и используется оно у нас в запросе к базе данных далее здесь используется внутренний класс чтобы собрать вместе весь процесс это кстати триггер триггер на объекте code который создает записи типа follow-up для агентов поддержки и собственно здесь только один public method который к которому может обращаться остальная система и здесь мы находимся на самом высшем уровне абстракции и практически все что написано здесь это обычный человеческий язык то есть что мы делаем сначала мы достаем из базы данных запросы потом мы конструируем map request by code и потом мы конструируем наши follow-ups и сохраняем в базе данных собственно все вот в четырех пяти строчках понятно что происходит и все детали делегируются уже другим функциям здесь мы здесь у нас получается такая структура типа матрешки когда мы опускаемся с одного уровня абстракции на другой здесь я выделил как маленькую функцию условия if здесь уже спокойно можно расписать каждую часть этого условия и если надо добавить комментарий ну и насколько гранулярно насколько глубоко идти это вот в таком разбитии зависит зависит конечно от случая то есть здесь например чтобы сделать запрос в базе данных мне нужно было сначала сделать некий предпроцесс вот вот это был пример и в конце я хочу сказать собственно что должно измениться после просмотра этой презентации это то что я надеюсь что теперь каждый раз когда вы смотрите в код или в вашей системе Visual Flow вы всегда будете видеть много маленьких вещей которые вы можете улучшить несмотря ни на какие дедлайны или ограничения и сделать вашу систему лучше далее список для чтения и просмотра можете прочитать книгу если есть время можете если чуть меньше времени посмотрите курс на PluralSite и это редкая презентация в которой есть домашнее задание недавно на Virtual Dreaming появился еще один еще одно выступление о CleanCode и я рекомендую его посмотреть и даже не обязательно слушать а просто посмотреть примеры кодек которые автор там дает и посмотреть именно как там применяются вот эти принципы о которых мы сегодня говорили имена константы маленькие функции вот эти вещи ну и напоследок самая главная на самом деле вещь это Code Review все эти принципы они будут гораздо эффективнее если ну собственно для чего вся вся вот эта история происходит чтобы мы могли рассказать другому человеку о том что мы хотим от компьютера ну и чтобы эти принципы применяли не только вы в своей работе когда вы вам нужно переделать чей-то код непонятный в чистый естественно на Code Review если у вас нету как Code Review как процесса просто возьмите предложите кому-то из коллег посмотреть вашу систему как бы что ваш класс или ваш flow и посмотрите что что скажет предложите посмотреть чей-то код и посмотрите как вы можете улучшить его с помощью принципов и таким образом вы как бы рекламируя CleanCode в вашей команде вы сможете гораздо мощнее улучшить качество вашей системы в целом да со мной можно связаться на LinkedIn или в Twitter и на этом все спасибо за внимание рад услышать ваши вопросы привет у меня есть вопрос про размеры функций там ну ты упоминал в частности про размеры того что ну того что метод должны быть маленькие у меня вопрос соответственно до какой степени их надо уменьшать и что ты можешь сказать по поводу классов в этом же разре да да хороший вопрос был такой похожий еще вопрос сколько какая рекомендация сколько строк должна примерно занимать каждая функция да здесь на самом деле зависит все от случая потому что главный вопрос на который мы отвечаем когда пишем код это как сделать когда пишем чистый код как сделать так чтобы его легко было понять и изменить да то есть если это то есть не надо стремиться именно прям все вот так вот сжать и делегировать да если ну это в принципе понятно то может быть и не обязательно есть еще правило большого пальца то есть собственно почему маленькие функции легче понять да это потому что мы можем видеть все что там происходит в зоне нашего периферийного зрения вот вот такие рекомендации по функциям и насчет классов насчет классов здесь здесь есть такой принцип single responsibility principle в программировании о том что у каждого класса должна быть какая-то своя ответственность то есть вот это главный вопрос на который стоит ответить когда вы создаете новый класс за что он отвечает если вдруг вы обнаружите что он отвечает за слишком много слишком много у него ответственности да можно разбить его на другие классы реагировать что-то другим вот такой ответ спасибо а можно мне вопрос насколько это важно типа про тест классы ты думаешь что это только для обычных классов или тест классы тоже clean code все равно да это важно просто потому что естественно все мы хотим чтобы наши системы были более качественными чтобы тесты ловили проблемы до того как их увидят пользователи и тесты сами по себе на самом деле могут служить документацией к вашему продакшн коду для новых разработчиков или даже бизнес-аналитиков которые приходят в проект им нужно понять как это работает то есть здесь это на самом деле в тестах еще более важно сделать так чтобы их можно было прочитать ну и принципы clean code они естественно это есть главная цель clean code спасибо я бы хотел задать вопрос если можно касательно комментариев вот я с таким утверждением что комментарии к коду не должны комментировать что код делает а должны комментировать зачем он это делает потому что если просто комментировать что этот кусок кода делает но по большому счету ты можешь его просто прочитать в этом комментарии не особо много смысла вот что ты можешь сказать в приложении к коду это ярче всего будет выглядеть в длинном методе которые мы не можем побить на маленькие более простые потому что в нем очень сложный data flow и прокидываются постоянно какие-то мапы куда-то во все методы всем циклам нужны, чему-то еще и тогда у нас будут очень маленькие функции с большим количеством параметров, это будет еще хуже только читать и вот в таком случае просто какие-то логические куски кода, которые тяжело вынести в функции отдельные пометить просто как ну, что они делают кратко, вот это имеет смысл или же наоборот это просто некое дублирование я бы сказал, зависит от системы и зависит от того если у вас время, как бы просто подумать, представить как это будет выглядеть то есть здесь чтобы оно работало чтобы маленькие функции работали можно использовать классовые переменные или статические просто чтобы не передавать кучу параметров между функциями что еще ну и да, ну и в принципе на самом деле а, да, еще можно использовать внутренние классы или просто делегировать какой-то процесс другому классу да, но как бы не всегда у нас на это сразу есть время не всегда мы можем представить себе вот эту вот идеальную структуру матрешки, как оно все будет здесь суть в том чтобы сделать тот минимум который поможет следующему программисту или следующему человеку который смотрит на этот код понять, что в нем происходит да и возможно, если у нас сейчас или сейчас к нам не пришла хорошая идея о том, как это сделать лучше она придет в следующий раз вот такой ответ ок, это ну это не совсем ответ на вопрос скорее было, что если мы не можем то вы все равно попробуете получается ну да на самом деле это зависит то есть если это ну реально просто понять ну и отлично вот хорошо, тогда еще короче утверждение то есть ты скорее согласен или не согласен с тем, что не нужно комментировать что код делает это и так понятно из кода в принципе вот опять же если это понятно да то есть ну действительно часто встречаются комментарии которые ну я с вами да в целом я согласен программистки не программистки пять копеек вставлю здесь я думаю, что комментарии они должны быть fit for purpose да то есть если комментарии помогает читать понимать поддерживать и делать прочие вещи с твоим кодом значит они оправданы если нужно вставить что код делает например описание очень реально запутанная имплементация почему нет если это помогает следующему человеку понять поддержать исправить улучшить go for it я думаю в крайности впадать типа комментировать так и не комментировать так это ну это теоретически классный разговор но практически fit for purpose и все получится окей спасибо согласен спасибо во-первых за очень интересное выступление очень интересный доклад но обратил внимание то что в твоих примерах в основном все описывалось все примеры расстроились на основе кода написан на Апексе есть ли есть ли какие-то расширения там не знаю там для тех кто делает конфигурацию ты упоминал про visual flow и например там есть такие же есть ли какие-то рекомендации для тех кто разрабатывает компоненты не важно там аура компоненты или пеп компоненты что-то подобное где-то встречался подобные подобные примеры подобное подобное решение проблем и расширение данного подхода в принципе clean code он появился именно из разработчиков из комьюнити разработчиков в первую очередь он естественно применим к коду но дело в том что наши visual flow они все с каждым днем все больше и больше напоминают trigger apex то есть вот уже появились before flow появились after flow мы у нас есть переменная в наших flow мы можем сделать какие-то константы там и мы также можем из одного flow вызывать другой flow то есть делегировать какие-то подзадачи маленьким flow то есть в контексте visual flow маленькие функции будут звучать как маленький flow вот такая в целом рекомендация то есть просто когда вы смотрите на flow вспомните о принципах clean code посмотрите на имена переменных на имена ветвлений и посмотрите есть ли имеет ли смысл разбить этот flow на подзадачи вопрос зашел о таких практиках и применениях поскольку ты плотно занимаешься этим вопросом clean code в скот ничего наше все у тебя какие-нибудь известные уже существующие плагины под него которые бы достаточно хорошо выполняли рекомендации clean code по как раз анализу существующего хода то есть я тут в первую очередь имею ввиду конечно не такие которые несут светом славы нагрузки как разбиение функций на некоторые более маленькие функции но ставил guiding naming conversion именование переменных вынос констант такой а-ля статический анализатор апекса под в ход тебе известен да если честно я сам буду рад увидеть такой best practice для VS Code он потихоньку я бы сказал набирает обороты вот здесь подход Salesforce в том что комьюнити разработчиков рано или поздно придет к чему-то хорошему или появится опять же какой-то платный плагин который будет для нас эти вещи упрощать я если честно пока еще пользуюсь IntelliJ где можно задать правила стиля форматирования где с Illuminated Cloud есть автоматические инспекции о том совпадает ли совпадает ли кейс переменных с с тем как они были декларированы в Salesforce Cetata и что там еще да есть еще такая штука как Apex PMB такой open source static code анализ и там есть любопытная любопытная опция это проверять объявлены объявлены ли константы в upper case мне эта вещь понравилась ну меня собственно интересовало как раз применительно к VS Code что эти практики есть и что много продуктов поддерживают это непонятный вопрос но ладно будем ждать и делать сами да ребят если кто-то знает для VS Code уже PMD есть точно вот поэтому его можно туда уже вкорячить и все будет нормально работать в принципе круче спасибо да ребят если узнаете какой-то интересный плагин или напишите обязательно расшарьте у меня не вопрос но в общем просто наблюдение у меня сегодня два из двух мне очень понравилось быть участником сегодняшней сессии и я много чего почерпнул из доклада Владимира как не программист очень ценю очень все структурировано и классно много чего учил спасибо большое пожалуйста рад что было понятно и сможешь применить в работе спасибо Владимир если вопросов больше нет то я еще раз перехвачу экран и еще раз спасибо спасибо